Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Мы с вами говорили на днях об этой приинтереснейшей ситуации, когда на концерте в Америке на агент Галкин заявил, что не пользуется израильским паспортом, ездит по кипрскому, потому что в некоторые страны, которые не поддерживают политику Израиля, его не пускают, а ему там надо ради денег концерт отыграть. Вы помните, сколько он говорил о патриотизме в Израиле, ну и теперь прячет их паспорт подальше в карман. И вот актер Александр Пашутин, услышав это, очень негативно высказался об агенте Галкине, значит, он разнес его за слова о российском паспорте и заявил, он уже Израиль предал. Вот что пишут СМИ. Актер Александр Пашутин негативно высказался о агенте Галкине, который сделал заявление о российском паспорте. По словам комика, он уже не пользуется документами России и считает их неправильными. Он считает документы наши неправильными. За это народный артист назвал его мерзавцем. Народный артист Александр Пашутин. На одном из последних выступлений на агенте Галкина я рассказал, что у него много национальностей, поэтому он имеет несколько паспортов. Сейчас, например, он пользуется кипрским, а российские и израильские просто лежат. При этом российские неправильным он назвал. Вот что говорит Пашутин. Перебирает свои паспорта, мухлюет ими, как шулер картами. Тьфу, мерзавец, он предатель, уже и Израиль предал, уже и израильский паспорт прячет. Друзья, что сказать? Ну, это так и есть. Мы с вами говорили тоже именно об этом. Почему? Потому что впечатление создается, что человек, у которого куча паспортов, он, знаете, открывает так чемодан в аэропорту на проверке, так сказать, на миграционном контроле. И какой вам? А, там тоже проблема. Тогда давайте вот этот чистенький. Ну, это же просто смешно уже. Это просто смешно. Обязательно нужно помнить вот об этих словах, связанных с паспортом, когда... И, кстати, основания для возбуждения уголовного дела нет, несмотря на то, что он наговорил на концертах, и все это записано. А то, что он говорит в отношении паспорта российского, тоже как бы это... Ладно, может быть, сейчас это, так сказать, не первоочередная задача. Тем не менее, я считаю, мы должны помнить, потому что, когда придет время, они захотят вернуться, как многие, то, что он не хотел пользоваться российским паспортом, то есть, и израильским тоже он уже не хочет. А если с Кипром что-то там как-то начнется, и выступит кто-то, а у него там концерт. Так же, как Лобода в Дубае пригрозили пальчиком. Штраф смотри, если будут политические какие-то высказывания. В Ереване она расширилась, а в Дубае молчит, потому что ради денег они готовы на все. Патриоты Золотого Тельца. Но с паспортами это просто фантастика. Мы с вами неоднократно говорили, одна родина, одна мама, один паспорт, а с гордостью ты его несешь и держишь руках, с гордостью ты гражданин Российской Федерации. Ну, если он уж так решил быть патриотом Израиля, и он сидел, пел песни, ну, тогда ты его-то хотя бы не прячь. Ну, хорошо, против эта страна политика. Ты же там за Израиль выступаешь, да? Не давай концерт там. Нет. Главное, концерты, деньги, деньги, деньги. Не важно, политика, где скажут, там, и, кстати, выступим, где заплатят. Друзья, что думаете нас еще? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, вы знаете, вот чем дальше, чем больше узнаешь, тем понимаешь, насколько, вот, какое благо для нас, что этих людей нет в нашей стране. Друзья, еще раз повторюсь, в свете блокировок, замедлений, YouTube непонятно будет, но работать дальше или нет. Я вас приглашаю на свой, теперь уже основной канал Будда Гришна, в телеграмм, ссылочка здесь внизу, в закрепленном комментарии в описании к видео. Жмите кнопочку подписаться, друзья, не стесняйтесь, потому что это, на самом деле, очень важно, мы с вами не потеряемся в случае чего. Также там новости 24 на 7, многие с моими комментариями, видео о политике, которых здесь нет уже очень давно, мои личные какие-то фото и видео. Друзья, так как будущий телеграмм тоже весьма туманно, здесь внизу есть ссылочка на мою страничку в социальности ВКонтакте. Тоже жмите подписаться, потихоньку там будут выходить новые видео. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok